Дух Святой 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 Он никогда не сделает так, чтобы мы с вами были в поражении, потому что Он уже одержал победу, и Он даровал нам эту победу. Эта победа, она по праву сегодня принадлежит тем, кто принял Господа Иисуса Христа своим Спасителем. И если вы такой человек, то вам нечего бояться, что вокруг вас происходит, потому что сказано в Слове много раз, чтобы мы не боялись. Кто-то посчитал, сказал 365 раз, сказано в Библии, как будто на каждый день не бойся. И поэтому бояться не стоит, друзья, надо уповать на Господа. Пусть страх, он не будет иметь места в наших сердцах. Пусть только вера возрастает каждый день все больше и больше, которая будет нас сохранять в это нелегкое время. И мы последний раз говорили о том, что Сам Господь заботится о нас. И мы продолжаем говорить эту тему, и сегодня мы поговорим о сверхъестественной жизни. Сверхъестественной жизни. Итак, мы сказали, что Бог заботится о Своем творении. Если Он заботится о растениях, если Он заботится о птицах, то тем более Бог позаботится о венце Своего творения человека, для которого и были, в принципе, созданы птицы и растения, Бог будет заботиться о нас, друзья мои, потому что мы дети Его. И Он создал это творение для нас, о котором Он заботится, тем более дав нам жизнь, Он позаботится о нас. И один из способов, как заботится Господь о нас, это сверхъестественным образом. Бог заботится о нас сверхъестественным образом. Помню, как однажды я купил автомобиль Кио Спортейдж. Он был полноприводный, так заявлено в паспорте, в техническом. Я не знал, что полный привод подразумевает в этом автомобиле съехать на обочину и назад вернуться. Ну, больше он ни на что не способен. Но я был с этим не согласен. И однажды, я помню, мы с моей супругой заехали во двор, где от мокрой погоды снег развезло, и мы застряли. И я решил самостоятельно на полном приводе выехать из этого снега. И стал в нем там буксовать и сорвал коробку автомата. Просто ее порвал напрочь, и она стала барахлить. Когда она переключалась с одной передачи на другой, были такие два сильных удара, и прям чувствовалось, прям как машина дергалась. И я ездил несколько дней и понимал, что вот я сорвал коробку автомата, мне надо что-то делать. Машина была на гарантии. Я думал, если я сейчас поеду в автосалон и предъявлю эту неисправность, эту неисправность, мне зададут вопрос, как это случилось. И мне либо придется врать и говорить, что я не знаю, как это случилось, или рассказывать, как на самом деле это случилось. Если я расскажу, как это случилось на самом деле, то, что я буксовал там и рвал коробку, соответственно, мне скажут, это не гарантийный случай, и меня заставят покупать новую коробку. А новая коробка на тот момент стоила очень хороших денег. И помню, как я согласился с тем, что я буду врать. Вы знаете, вот сумма такая большая была, что я согласился с тем, что мне придется врать. Но я потом хотел покаяться, конечно же, как все мы. И вот я еду, еду в этот автосалон, со мной сидит брат из репцентра, и мы с ним обсуждаем то, как я вчера служил у них в репцентре, и там одна девочка, она получила исцеление по молитве. И вдруг я вот так говорю, а коробка дергается, и я говорю так в сердцах, вот бы хорошо было возложить руки на машину, помолиться, и чтобы коробка, она так же исцелилась. И знаете, как-то не заметил, и вдруг через некоторое время по дороге от Коломны в Люберце я понимаю, что коробка не дергается. Просто не дергается. Мы приехали в автосалон, я сдал свою машину, ее обследовали, вышли и говорят, а что вы ее привезли, у вас все нормально. Я неделю ездил на сломанной коробке, и вдруг мне говорят, у вас все нормально. Я стал возмущаться. Говорю, не может быть нормально. Не может. Я ездил неделю, вы плохо посмотрели, посмотрите еще раз. Они говорят, у вас все нормально. Вот диагностика, вот давайте садитесь в машину, поехали. Мы проездили там поллюберец, все нормально. И вдруг в моем сердце появляется тихий голос. А ты что, думал, что я и коробку не могу исцелить? И мне стало стыдно. Я понял, как Бог утер мой нос. Это произошло, друзья мои, сверхъестественным образом. Вот физически в этот мир мы приходим естественным образом. И каждый день мы живем естественным образом. Естественно это все, что относится к природе и совершается по ее законам, скажем так. Но есть еще сверхъестественное. Это выше естественной реальности, выше законов природы и разного рода ограничения естественным. Мы вот духовно с вами, друзья, рождаемся сверхъестественно в этот мир. И у нас есть канал получения сверхъестественного, это вера наша. Источником сверхъестественного является в нашем случае сверхъестественный Бог. Конечно, дьявол тоже может делать сверхъестественные вещи. Но мы с вами, нашей верой, должны присоединяться к правильному источнику, которым называется Господь. И наш Бог, он сверхъестественный Бог. И знаете, что я увидел, что Бог, который сверхъестественный, порой может обойти нашу веру и сделать в нашей жизни что-то на свое усмотрение сверхъестественное. Как в моем случае. В тот момент, когда Бог просто исправил мою коробку автомат, я вообще ни во что не верил. Я вообще, можно сказать, и не верил, что Бог может это сделать. Но Бог пришел сверхъестественным образом и восполнил мою нужду, друзья мои. И когда я читаю послание к филиппийцам, который Павел пишет, 4 главу, 19 стих, он говорит такие слова. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». Друзья, Богу и Отцу нашему слава. Богу и Отцу нашему слава. Богу и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Смотрите, из этих стихов видно, что из нашего здесь только нужды. Бог не сказал в этих стихах, что Бог восполнит вашу нужду по вере вашей. Он назвал здесь только наши нужды. И говорит, Бог восполнит нашу нужду по богатству Христову. Нашей веры здесь вообще нет. Бог восполняет свои нужды, даже наши нужды, порой независимо от нас, друзья мои. Как бы ни парадоксально это звучало, угодить можно Богу только верой. И жить надо верой. Но вот восполнение своей нужды можно получить и без твоей веры. Вот как бы парадоксально это ни звучало. Почему Бог так делает? А для того, чтобы прославиться в нашей жизни. И Он сказал, славы своей не отдам никому. И Он сказал, что славы Его полна вся земля, друзья. Однако вера это то, чем мы можем привлечь сверхъестественное в свою жизнь и удерживать в своей жизни сверхъестественное. По вере вашей да будет вам. И бывает так, что отсутствие веры, она порой губительна и даже смертельна. Я хочу сегодня прочитать с вами одну ветхозаветную историю, в которой Бог сверхъестественным образом восполняет нужды своего народа. Эта история близка к нашей ситуации еще тем, что народ Самарии, о котором пойдет в ней речь, он находится в изоляции. Знаете, он находится в такой, не в самой изоляции, а когда город окружили враги и блокировали этот город. Эта изоляция очень серьезная, друзья. В ней, мы сейчас посмотрим о ней в этих стихах, которые написаны в 4 царств, в 6 главе. Давайте прочитаем их с вами. 4 царств, в 6 главе, с 24 стиха будем читать. Хочу предостерую сказать, только вот совершенно недавно Елисей, помните эту историю, он целую армию привел в Самаре, которую Бог ослепил. Когда его слуга Геезий проснулся, он увидел окруженный город, где находился Елисей. И помните, Елисей помолился, и Бог открыл его слуге глаза, и слуга увидел, что колесницы огненные стоят вокруг этого города. И тогда Елисей помолился, и вся армия, она ослепла, которая пришла его одного, за одним человеком пришла целая армия. Вся армия ослепла, и Елисей привел их в Самарию. И когда он еще раз помолился, глаза у них открылись, и их не убили, эту армию, их накормили и отпустили. И вот спустя некоторое время, здесь слово говорит, после того, вот после этого случая, собрал винодат царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самаре, когда они осадили ее. Так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра. И четвертая часть каба голубиного помета, это не о навозе идет речь, это клубневые растения, глубинный помет, по пяти сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, помоги, господин мой царь. И сказал он, если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгунали? Сточилали? И сказал ей царь, что тебе? И сказала она, эта женщина говорит мне, отдай своего сына, съедим его сегодня. А сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына, и съели его. И я сказала ей на другой день, отдай же твоего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал, пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня. Друзья, мы видим, Самария окружена врагами и находится в такой жесткой изоляции, где просто очень сильный голод, где нечистая голова осла продается за огромные деньги, потому что это может спасти твою жизнь. Настолько все серьезно, настолько экономики вообще нет, друзья мои, что люди едят своих детей. Это не просто закрыли торговый центр, и ты не можешь по магазинам пошопиться, походить, и у тебя по этому депрессия. Это просто жестокая ситуация, жутчайшая ситуация происходит в городе, когда матери приходится принимать решение для того, чтобы, может быть, спасти себя и других детей, отдать одного ребенка на съедение, друзья мои. Это вообще просто невыносимо читать. Читать плохо. Ты читаешь об этом, и у тебя мурашки по коже идут от такой жуткой ситуации. Не дай Боже кому-то нам с вами попасть в такую ситуацию. Мы видим, даже сам царь, к которому обращается женщина, не может помочь одной женщине. Не то, что к государству. Одной. Он говорит, точила пусты, где находится вино. Он говорит, гумно, где находится зерно. Все пусто. Что я могу сделать, если только Господь? Он сам умозаключение такое выдвигает, что только Господь, если Бог тебе не поможет, никто не может тебе помочь. Друзья мои, любой кризис в нашей жизни, который допускает Бог, имеет полезное назначение. В этот момент многие понимают, что они не на то надеялись. Знаете, в этот момент происходит переоценка ценностей. Ты понимаешь, все, на что ты рассчитывал, все, на что ты надеялся, кроме Господа, прахом идет. Разрушается. Ничего тебе помочь не может. Даже царь оказался бессилен. Глава государства оказался бессилен. И напрасное упование на правительство, и напрасное упование на государство. Они перед ситуацией оказались бессильны, друзья мои. Надо сказать, что вот в такой ситуации, когда мы попадаем в какой-то кризис, и нам неизвестность дышит в лицо, мы всегда ищем причину этой ситуации. Трудно жить в неведении, когда ты не знаешь, что вообще происходит. Нам нужна причина для того, чтобы контролировать эту ситуацию. Трудно жить по вере, которая в плоскости невидимого движется. Нам нужен процесс. Нам надо увидеть, как все будет происходить. Потому что вроде бы ничего не изменилось. Но когда ты найдешь причину-следственную связь, тебе как-то легче. Знаешь, ты как-то начинаешь понимать, что ты все-таки контролируешь тот процесс, который происходит. И поэтому в это время многие люди и ищут ответы на свои вопросы. Но ищут их не там. Они начинают ковыряться в интернете. Они начинают смотреть, какой же ответ на этот вопрос себе найти. Погружаются, а что это такое? А почему это произошло? И когда находят какую-то причину, им как будто легче становится. Но ситуация не изменилась. Друзья мои, хочу сказать, что в такие времена, во времена кризиса, никогда не ищите ответы не в том месте. Все, что они могут сделать, придать вам еще большего страха, друзья мои. Друзья, надо жить верой. Мы хотим контролировать веру. Но я хочу сказать, что веру контролировать невозможно. Ей надо жить. Понимаете? Царь искал объяснение происходящему. Он искал виновных в этой ситуации. Кто же виновал? Почему так произошло? И естественно нашел. И у него стал виновным Елисей. Как так? Пророк Божий, который только вчера, буквально вот на днях, всю армию ослепил, сегодня допустил, что наш город Самария той же армией осажден. Подождите, а не мог бы он помолиться опять, чтобы эта армия ослепла и ушла в другую сторону? Скорее всего, он не хочет молиться. И он нашел такую причину и послал своего человека, чтобы тот снял голову с Елисея. Но потом вдруг опомнился и сам пришел, сам пришел к Елисею и сказал такие слова, которые часто мы с вами произносим в сложных обстоятельствах. Он сказал следующее. Вот какое бедствие от Господа. Чего мне впредь ждать от Господа? Вот какое серьезное. Если Бог такое серьезное допустил, что я еще могу ждать от Него? Если Бог допустил гибель моих родителей, смерть моих детей, или Бог допустил развал моего бизнеса, или еще что-то посерьезнее, что от Него можно ждать доброго, если Он так допустил? И у некоторых возникает такой вопрос в сложных ситуациях. Но я скажу, друзья, это самая большая ошибка, когда мы перестаем ждать от Господа. Никогда, послушай меня, никогда пусть в твоей жизни не произойдет так, чтобы ты разочаровался и перестал ждать от Господа. Даже в самой сложной ситуации. Всегда надейся на Господа и всегда ожидай от Господа. И мы видим, мы видим, Елисей говорит царю такие слова. Это седьмая глава с первого стиха. Послушайте, Елисей говорит, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался. И сказал, если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот, вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. Друзья, в сложной ситуации нам нужно слышать слово от Господа. Нам всегда нужно слово от Господа. Нам не надо слушать то, что говорит интернет, то, что говорят новости, то, что говорят люди. В сложной ситуации нам не надо рыться в других новостях, нам надо рыться в Слове Божьем. Нам надо искать, что говорит на эту ситуацию Господь. В этой истории мы видим сановника, на руку которого опирался царь. Мы видим человека, который имел очень серьезное влияние на царя. Он, наверное, давал ему лучшие советы. Или его совет был, скажем так, решающим. Мы видим, что у него была очень серьезная связь с царем. Были такие подвязки или связи, как сегодня говорят, о которых каждый мог бы мечтать. Я думаю, те, кто сегодня нас слушает, они не имеют таких связей, ни один человек. Чтобы с первым лицом государства у нас были такие связи, чтобы первое лицо государства опирался на твой совет. Вот ты сидишь дома, он тебе звонит и говорит, слушай, что будем делать? И у тебя есть право дать ему рекомендацию. Ты говоришь, ну, давай отменим карантин, потому что в Сочи в церкви уже плохо себя чувствуют. Он говорит, да, да, давай отменим. У нас нет такого влияния. Представьте этого человека, какое у него было влияние на царя. Он, естественно, пользовался этими связями. И он эти связи сделал своей опорой. Он надеялся на то, что эти связи могут в его жизни многое решить. И когда Елисей сказал слово от Господа, этот человек не поверил этому слову. Вера, наверное, скорее его на нуле была. Он сказал, как вообще такое может быть? Как такое может быть, даже если Бог откроет отверстие небесное? Такого не может быть. Послушай, у меня есть связи. Я знаю от царя, что наше положение очень серьезное. И, скорее всего, в ближайшие несколько лет мы не оправимся от этого положения. А ты сегодня говоришь, что завтра все изменится. Такого просто не может быть. Этот саномник, он возложил свое упование на естественные вещи. Он даже не подумал о сверхъестественном. Он просто сказал, такого не может быть. Елисей ему ответил тогда, завтра ты своими глазами будешь видеть, но не воспользуешься этим. Знаете, друзья, по неверию нашему мы каждый день видим своими глазами, как Господь делает чудеса. Делает чудеса в жизни других людей, делает чудеса рядом с нами, может быть. Но мы из-за своего неверия не можем воспользоваться этими чудесами. Помните историю, когда Иисус Христос хлебами накормил четыре тысячи человек, которые рассказываются в Марка. Давайте я ее вам прочитаю. В те дни, когда собралось весьма много народу, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне, народ, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в домы, их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему, откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. «Евших же было около четырех тысяч». Друзья, мне нравится, как Иисус здесь говорит такие слова, что ему жаль народ, который три дня находится при нем. Он не сказал, друзья, вы послушайте внимательно, хочу, чтобы вы поймали мою мысль. Он не сказал, «Мне жаль народ, который находится в пустыне». Он не сказал, «Мне жаль народ, который находится в этом месте». Он сказал, «Мне жаль народ, который находится при мне, рядом со мной». И вот я хочу сегодня повторить эти слова для многих. Сказать, что мне жаль тех людей, которые находятся при Иисусе Христе, и при этом они голодны. Здесь можно сказать, как вот он сказал, в то не жалости к этим людям. А у меня здесь возник то, что такое желание сказать, что Иисус упрекнул этих людей. Он сказал, послушайте меня, мне жаль этих людей, что они находятся около меня три дня, и уже прошло три дня, они все голодны. Если сам дьявол знал, что я камни превращаю в хлеба, если вы, ученики, видели, как на свадьбе я воду превратил в вино, вы три дня находитесь рядом со мной, и даже никто не замолвил слова за этот народ, подойдя и сказав, Иисус, накорми их. Почему? Потому что они, как и мы часто в сложной ситуации, были сосредоточены на вопросе, откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов? Послушай, Иисус, естественно, здесь, в этой пустыне, никто не может взять хлебов. Кто может взять их здесь? Никто. Вы знаете, что произошло? Вот этот вопрос, откуда? Он постоянно звучит в нашей голове. Откуда взяться работе, если всех сегодня увольняют? Откуда возьмутся финансы, если сегодня экономика мировая, она просто шатается и трещит по швам? Откуда взяться времени? Откуда взяться силы? Откуда? 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 Каждый день, каждый день сотни раз в нашей голове проносится этот вопрос. Откуда? Вот и сановник тоже, когда Елисей ему сказал, что завтра будет мука, стоит здесь дешево, тоже задал этот себе вопрос, откуда она может взяться? Елисей, ты бредишь. Откуда эта мука может взяться? Также и ученики, когда Иисус сказал, что надо накормить людей, также задали вопрос, откуда это может взяться? И мы, когда попадаем в сложные условия, мы задаем тот же вопрос, откуда может это взяться? Откуда? Это невозможно. Иисус, мы тем более в пустыне. Здесь даже купить негде. Ладно бы Макдональдс близко был бы, мы бы сбегали там, купили что-нибудь. Откуда? Нет ничего. Все пусто. Нет ничего. Но я вам вот что хочу сказать. Если вы верите, забудьте о вопросе как. Забудьте о вопросе откуда. Думайте о том, кто. Думайте о том, кто. Может, никто не может сделать, но Бог может сделать и в пустыне из камней хлеба. Он может взять семь хлебов, преломить и напитать ими четыре тысячи человек. Для Бога это не составляет никакого труда. Ученики сидели рядом с хлебом, который мог утолить не только физическую, но и духовный голод. Они сидели рядом с источником живой воды, который сказал, если кто только будет пить от меня, вовек жаждать не будет. Тот, который дает жизнь всему на этой земле. Тот, который дает не просто жизнь, а жизнь с избытком. Тот, который может сделать сверхъестественность, сидел рядом с ними. Но из-за того, что ученики думали о процессе, как это будет, они упустили самое главное, кто это сделает. Вот сегодня в жизни точно так же происходит и у нас, когда мы думаем о процессе, как это будет происходить. Каким образом мы упускаем Творца? Мы упускаем Того, Который сверхъестественным образом может сделать абсолютно все, Который несуществующее называет существующим. Который землю, землю сотворил, друзья, и все, что ее наполняет, Который небеса сотворил, и все, что их наполняет, Которому принадлежит все золото и серебро. И мы порой рядом с Ним, как те люди, находимся и испытываем голод. Это трагедия. Иисус именно с упреком сказал. Говорит, как так? Три дня вы рядом со мной, и вы голодные. Иногда по 20 лет мы рядом со Христом, и мы голодные. И мы испытываем голод, и у нас нет восполнения наших нужд. Так же произошло и с сановником, который слышал слова от Господа, изреченные Елисеем, начавшиеся с того, что так говорит Господь. Послушайте, так говорит Господь, не оставлю тебя и не покину тебя. Так говорит Господь, буду держать тебя за правую руку. Так говорит Господь, я твой пастырь, я тебя буду водить на злачные пажити, к водам тихим. Бог говорит, я тебя буду охранять, оберегать от всякого врага, и никто не приблизится к тебе. А если будут приближаться, ты увидишь, как они падут, одесную тебя. Бог говорит тебе, что ты будешь наступать на змей и скорпионов, и ничего тебе не повредит. Бог говорит, я любящий отец, я позабочусь о тебе. Если я о птицах забочусь, если я растения одеваю лучше, чем царя Соломона, то о тебе подавно позабочусь, потому что ты мое дитя. Но мы говорим, а как? Как это может быть? Это нелогично, Господь, это же не может быть. Так же и сказал сановник, который только недавно, друзья, история эта начинается после того, помните, мы читали, после того, совсем недавно этот сановник видел, как Елисей привел целую армию ослепшую. Он своими глазами видел это чудо, сверхъестественное. Он не раз своими ушами слышал о том, что Господь делает для израильского народа. Все эти чудеса, которые Бог делал, когда Израиль выходил из Египта, которые Бог делает всегда, когда Бог, Он делает так, так, чтобы враги не могли одолеть Израиль. Он все это слышал, но вдруг, когда Он услышал Слово от Господа, Он усомнился в нем неверие. Простое неверие, которое Он допустил в свое сердце, погубило его. На следующий день, Он видел все своими глазами, как мука у ворот продавалась дешево. Но народ, который ломился к этой муке, Он просто раздавил его. Знаете, иногда, когда мы находимся в неверии, благословения, которые на нас изливаются, раздавят нас. Раздавят. Просто из-за нашего неверия. Мы видим, мы знаем, и мы поговорим об этом позже, что Бог сделал так, что всего лишь пять прокаженных пошли туда, куда глаза гуляют, говорят, какая разница, здесь умрем или там умрем. Мы об этом на следующий раз поговорим. И Бог сделал так, что в ушах целой армии послышался шум колесниц, шум войска. И они убежали. Они просто оставили все и убежали. И сверхъестественным образом жителям Самарии досталось все, что принадлежало этой армии. И провиант, и трофеи, и все досталось им. Друзья мои, Бог не перестал делать сверхъестественное. Бог заботится о нас сверхъестественным образом. Если мы не знаем, как, то давайте будем всегда думать о том, кто. Сверхъестественный Бог может сделать в твоей жизни сверхъестественные вещи. Потому что Бог заботится о своих детях. Аллилуйя! Давайте мы встанем, и давайте мы прославим Его, наш Бог, Он великий Бог. И слава тебе, Господь, за то, что ты заботишься о нас сверхъестественным образом. И даешь нам сверхъестественную жизнь. Великий, чудный, превознесенный, дивный Бог. Я молюсь о тебе. Я молюсь тебе и прошу тебя. Благослови нас. Благослови каждого из нас. Благослови на том месте, где мы есть. И сверхъестественным образом восполни всякую нужду по богатству своему. В славе Христом и Иисусом. Благодарю тебя и славу. Пусть мы будем жить сверхъестественной жизнью. И дай нам надеяться на сверхъестественного Бога. Аллилуйя! Давайте еще будем поклоняться Господу. Субтитры создавал DimaTorzok